Значит, мы остановились на, вот здесь вот мы, вот этот последний, вот здесь мы остановились. То есть мы с вами почитали всевозможные рассуждения, немножко странные, там муда относительно каждого из способов приобретения женщины. Деньги, документ, половой акт. Были попытки каким-то образом вывести их из писания, вроде бы что-то получилось. Было уточнение языка Мишны, тоже каким-то образом это все было сделано. И в конце последнее, то, что мы читали, это была попытка вывести один из этих трех способов якобы из двух других. Ну и мы говорили с вами о том, что здесь возможны два варианта, то есть либо логика, это логика выяснения чего-то общего, или наоборот, логика в том, что каждый из этих способов обладает какими-то определенными свойствами, которые другой не обладает. И все эти свойства важны в контексте кедушин, в контексте вот этого освещения или бракосочетания. И после этого, после того, как вроде бы вывести из двух других третье не удалось, приводится высказывание Ра Вагуги. Ну, вот здесь нам переводчик пишет, смешнее было сказано, что кедушин можно устроить с помощью денег, письменных документов и полового акта. И Гемара приводит мнение, согласно которому кедушин можно устроить также при помощи Купы. Это мнение Ра Вагуги. И Ра Вагуга нам говорит. Амара Вагуга. Купа Акуна Амикаль Вахомер. То есть можно вывести то, что Хупа тоже является одним из способов заключения брака, или точнее кедушин. Потому что про заключение брака сейчас мы как раз должны будем в этом разобраться, где оно начинается и где оно кончается. Так вот, он говорит, Бекаль Вахомер. Вахомер – это известный один из методов медроширования. От более легкого к более сложному. То есть если, предположим, слон проходит в эту дверь, то мышка тем более пройдет. Вот такого типа. Это и есть Кальвахомер. Так вот, Ра Вагуга говорит, что Хупа тоже является таким путем приобретения женщины по принципу Кальвахомера. И как же он строит этот Кальвахомер? Кальвахомер он говорит, он говорит, он говорит, что коль скоро деньги являются способом приобретения женщины. А деньги не дают женщине возможности есть труму. Имеется в виду следующее. То есть у нас трума – это возношение. Это возношение, которое приносит любой человек, приносит возношение в храм Кагену. И Кагену, собственно говоря, кормится вот этой самой трумой. Слово трума, слово легарин поднимает. Поэтому это возношение – это хороший перевод. Так вот, все домочадцы Кагена, они тоже питаются этой самой трумой. То есть ему приносят это, и они питаются. А те домочадцы, которые, предположим, не являются его собственностью, например, рабы, то есть раб взятые там взаимы и так далее, не могут питаться вот этой самой трумой. Потому что трума считается как бы обособленной едой только для Кагена и для его семьи. Так вот, если женщина находится в доме Кагена, то есть она его дочь, предположим, или жена его, то она тоже может кушать вот эту самую труму. А если нет, то нет. И, по-видимому, Равуна предполагает следующее. Равуна предполагает, что у нас же как, что-что происходит, да, у нас вот этим самым кедушин. Здесь история такая тонкая. У нас есть то, что называется ирусин. Ирусин – это помолвка. И вроде бы, судя по тому, что мы читаем уже в талмудических источниках, у нас есть примерно год времени, когда после помолвки женщина продолжает оставаться в доме своего отца, готовясь как бы, собственно говоря, к свадьбе. Сама свадьба в некоторых случаях называется кедушин. Но в некоторых случаях, собственно, вот эта самая помолвка тоже называется кедушин. То есть почему? Потому что, на самом деле, после того, как женщина помолвлена, и это мы видим как раз в Торе, да, то есть если женщина имеет статус аруса, то есть помолвленная, то все законы, которые касаются замужней женщины, они к ней относятся, да, то есть если она, предположим, вступает с кем-то по связь, то она, значит, повидна смерти, и тот, кто с ней вступил тоже, потому что она как замужняя женщина во многих отношениях, кроме вот этого самой, этой самой трумы. То есть, например, если ее будущий супруг является Каэном, пока она находится в доме своего отца, она не может есть труму, ну, потому что она еще не вошла, как бы, в дом Каэна. Она войдет в дом Каэна когда? После Хупы.